Всем привет! С вами Хохлов Соботовский и сегодня мы записываем ответ на ваши комментарии комментарии под последним нашим видеороликом. Ролик был посвящен тому, как начать свой бизнес, связанный с видеопродакшеном и заработать не свой первый миллион, а создавать видеоролик, который стоит миллион рублей и больше. Вы на самом деле написали кучу вопросов и не было времени на все отвечать, поэтому мы решили записать отдельный видеоролик. Начнем с самых первых вопросов, которые оставляли вы у нас под видосом. Если что, кстати, кто не смотрел сам видеоролик, можете посмотреть. Очень актуальная тема. Мы рассказываем о своем опыте, как мы шли к тому, что имеем сейчас и как мы вообще переосмысляли все ценности и подход к тому, что мы сейчас делаем. Первый вопрос у нас от Вася Суалева. Добрый вечер, у меня такая ситуация. Работаю оператором, снимаю спортивные матчи, то есть футбол, хоккей и так далее. Очень надоела однотипная работа. Сиди, вводи камеры туда-сюда, никакого творческого роста. Но приходится как-то. Коплю на обучение в Нью-Йорк филмакерами. Мне 16-10 класс? Не понял. Ладно. Кстати, хотелось бы еще так узнать ваше мнение об этой академии. Не знаю, как вырваться в более креативный сегмент. Что посоветовать? С чего начать? Не на что обратить внимание? Заразно спасибо. По опыту своему могу сказать, что у меня знакомый чувак перебрался в ЛА и там в какой-то академии поднял свой скилл и сейчас с концами туда переехал. И в комментариях я вижу то, что кто-то тоже советовал лучше начать с ЛА. Поэтому вот там два человечка, которые советуют это сделать. Но в любом случае за рубежом кинодельческая база там лучше, чем нежели здесь. Если вы не хотите ударяться в художественное кино, а-ля там Тарковский, Тарковский. Если вам это не нужно, а вы хотите, соответственно, в рекламу идти, то тогда максимально постарайтесь перебираться за рубеж. Либо пытаться что-то здесь кочевряжиться своими силами, начинать как мы. Ну, достаточно просто осознать то, что все, кто использует творческие подходы и инструменты, и даже не только в творчестве, а, например, в продажах, маркетинге, все берут исходники и вообще исходные шаги из-за рубежа. И все новые тенденции и направления также оттуда берутся и адаптируются уже у нас. Поэтому хотите быть крутым, есть возможности, конечно, езжайте и учитесь за рубежом. И полностью пропитывайтесь той базой, которую там могут поднять и делать у вас. А уже, если любите русские края, просторы и березку, возвращайтесь к нам и поднимайте русский творческий рынок. Бэйр Солчак нам пишет, хотелось бы узнать больше про вашу команду, кто, что и как это едят. Давай я начну про отдел продаж, а ты про продакшен. Давай, давай. Ну вот, мы как раз написали, что ответим ему. В общем, Б. У нас есть два направления, которые мы разделили в студии. Это отдел продаж и отдел производства, продакшен. В продаже что идет? Это маркетинг и непосредственно сами продажи. Это задачи, как привлечь клиентов и как им продать тульную концепцию и в итоге производство данного ролика. Есть маркетолог, есть продажник и сценарист, который пишет концепции, согласовывает их с режиссером. Потому что если он продаст те концепции, которые мы не сможем реализовать, это неприемлемо. Поэтому они все согласовываются, они все просчитываются на формат того, что мы это можем реализовать. Три человека стоят во главе отдела продаж. То есть, как только заказчик подписывает с нами договор и начинает работу, тут включается уже отдел Влада. То есть, типа, делегируй и властвуй. Раньше мы всем занимались сами, потом мы разделили отдельно продажи, отдельно производство. И сейчас еще отдельно подразделяем производство на режиссера, на человека, который курирует проект. То есть, у нас как есть? У нас есть человек, который ответственен за кураторство проекта. Если он режиссер, хорошо, значит, он одновременно и режиссер пока, и куратор проекта. Он же в свою очередь там набирает операторов либо из нашего штата, там, и всех сторонних специалистов. Звукорежиссера, колориста, реквизитора, световика и всю-всю-всю вот эту банду и бригаду, которая будет работать. В штате есть определенное количество операторов-монтажеров. Все остальное пока на аутсорсе. То есть, причем это позволяет привлекать тех чуваков, которые и в кино, например, работают. То есть, там, с нами работал колорист, который красил викинги. С нами работал световик, который, как бы, большие серьезные фильмы. Работает там, ну, главным, как это, ну, светохудожником, у которого в подчинении гафферы и просто люди, которые свет таскают. И все это они там выставляют и высветляют и так далее. И самое смешное, что подрежая этих людей на свои какие-то проекты, поначалу не суперсерьезные, я от них набирался опыта из большого кино. Потому что ребята легко шли на контакт и многое, как бы, рассказывали и показывали, а как оно на самом деле происходит. Поэтому, если не можешь создать что-то свое, супермощное, потому что у тебя самого скиллов не хватает, то вдвоем, типа, вы можете сделать гораздо больше, чем по одиночке. И даже есть и в сумме. То есть здесь, как бы, один плюс один равно три, а не два. Давай дальше тогда. У нас такой маленький вопрос, потому что он часто поднимается, не только под этим видеороликом. Вот, от нас, от Мирзай Керима. Блин, почему у всех таких? Не знаю, почему они нормально не могут. Абракадабра, ебать. Короче, вот от него. От него, да. Он спрашивает, на что мы снимаем. Мы уже отвечали, что у нас есть штатные камеры. Это на Sony G5 и G4 с комплектом объективов. И остальные камеры мы берем в аренду под проекты. Есть рекламные проекты, где требуется Alexia Red. Есть имиджевые истории. Есть внутрикорпоративные проекты, где достаточно наши камеры. Либо чуть сложнее, это Blackmagic. Что там снимал ты? FS70, CC200 и так далее. Конечно, мы... Дай, 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 дай. Хоть, знаете, какие объективы у нас. Ну, все, все. У нас Samyang 12 мм, ну, для G4, для Micro 4K3. У нас Samyang 12 мм, 2.2, которая с... Ну, которая не для фото, а которая... Типа, блин. Короче, у которой на конце 2.2.Т, типа Т-стопы. Поэтому у нее колесики вот этих редукторов, они все за зубринками. Можно фоллоу-фокус цеплять. Это раз. И второе, Leica 25 мм Panasonic. То есть, все. И вот этого сетапа нам пока для своих внутренних целей, а иногда даже для заказчиков, вот это вот так вот. Итак, следующий наш вопросик от Briggs. Он накатал достаточно большие сообщения. Briggs пишет. Спасибо за вашу работу. Тема поднимаете крайне важная. Я уже много лет занимаюсь видео, но в небольшом городе в Украине. Все, что вы говорите, очень полезно. Но, блин, когда экономика стоит, когда заводы развалены, отчастник даже не понимает, на кой ему ролик о его частном заводике. Вот где попробуй выжить. Только вроде что-то налаживается. Начинает так на тебе то кризис, то очередная революция. Задолбался я уже. Вариантов немного, дружище. Как бы в покере есть такое правило. Если все карты против тебя, меняй стол. То есть, если есть вариант куда-то перебраться, где с бизнесом вообще в целом, и экология бизнеса получше, то лучше это сделать. То есть, это, ну, как бы, где он? А, вот, в небольшом городе. То есть, опять же, это Киев. Ну, мне кажется, тут даже не то, что это Украина. У нас очень много региональных городов, где... Та же самая ситуация. Да, такая же ситуация по факту. Люди не готовы тратить большие деньги. Но из-за того, что интернет развивается, и я знаю реальные истории, когда люди зарабатывают больше, чем люди в Москве, когда работают удаленно. И это спокойно пользуются специалисты из Украины, из Белоруссии, из Центральной России. Удаленно монтируют цветокоррекции, инфографик. Очень много направлений, связанных с производством видеороликов, где ты можешь поднять, на самом деле, очень достаточно хорошие деньги. И на базе этого ты можешь дальше развивать свое направление, если ты любишь снимать. Ну, или накопить деньги, чтобы реально переехать в другой город уже, где достаточно с экономической точки зрения выгодно развиваться в этом направлении. В общем, Брикс, смотри, те профессии, которые действительно можно зарабатывать хорошие деньги удаленно. Очень часто в практике я видел, знаю людей, которые зарабатывают деньги похожей профессии, а кайфуют уже от своего хобби, от того, что им нравится делать. И постепенно развиваются, и переплывают уже в свое хобби. Но для начала, для старта, они сначала берут и уходят в смежную профессию. Все-таки мир строится на деньгах, и нужно их зарабатывать, чтобы как-то жить в этом мире. Не супер-выгод, не поделся. Вот, следующий. Евгений Голубь нам пишет. Ниже уже писали про ценообразование. Но тоже интересует, как поднять себе цену, и как вообще понять свой потолок по стоимости ролика. Все очень просто, я вам скажу. Что ролик стоит 30 тысяч, что 300 тысяч. У вас одинаковое количество людей будет уходить, не работать с вами, и будет говорить, что дорого. Когда вы будете снимать за 30 тысяч, люди будут говорить, что, блин, да у меня он Вася со двора снимает за 5 тысяч точно так же. Когда вы будете снимать за 30 тысяч ролик, он будет говорить, что у меня Вася со двора снимает за 50 тысяч так же. Но тут важно уметь объяснить, почему ролик стоит так дорого В нашем случае помогает детализированная смета и объяснение заказчику того, что ролик действительно строится и зависит от очень больших количеств факторов От того, что снимается, на что снимается и где снимается Насколько хорошо ты хочешь это сделать Ну да, насколько хорошо и для чего Потому что если для интернета можно снять чуть ли не на айфон, то для телека ты не будешь снимать на айфон В редких исключениях И от этого и начинается дробиться Поэтому главное запомнить одно Независимо от того, какой у вас ценник, всегда будут те люди, которые будут говорить дорого Это прям как бы по-любому Для эксперимента можете просто прибавить своему ценнику ноль и посмотреть, что будет твориться Первое время будет тяжело, но потом на самом деле вы почувствуете, что вы преодолеете эту яму И к вам также будут обращаться за данными услугами Ну, по крайней мере, у нас так было Но до этого у нас был именно большой опыт работы Поэтому если он только начал То пускай выбери хотя бы ту цену, которую тебе там хватало на хлеб Или тебе было бы не обидно этим заниматься А потом уже постепенно Ну, на самом деле, все, как Слава сказал, разница именно в подходе Насколько ты сможешь себя грамотно продать и подать И плюс с опытом, вот на своем окне могу судить, что реально приходит понимание того, что это реально стоит до хрена Потому что в голове ты не всегда просчитываешь все те нюансы и проблемы, с которыми ты можешь столкнуться 30 правок от заказчика, здесь чуть-чуть что-то пошло не так Риски, твои нервы, гарантии, которые ты даешь как бы своему заказчику Все это тоже надо просчитывать и держать в голове И от этого уже появляется цена Да, типа, если есть ролик, который можно просто подснять репортаж Это будет столько-то А если в Россию приезжает чувак на один день И больше он здесь никогда не появится Тебе надо его снять То здесь и стоимость будет совершенно другая Потому что риски огромны А, иначе ты будешь просто седыми волосами трястись Да И техника там, бац, что-нибудь поехала не то Потому что ты сэкономил, потому что не особо большие деньги были А за седые волосики надо платить Следующий у нас комментарий от Эдварда Хеллари Да И еще вопрос Миллион, вы имеете в виду, это бюджет роликов или прибыль от проекта? На данный момент это бюджет роликов На самом деле это не самый большой бюджет И прибыль тоже сложно назвать Ты ему скажи, давай, что такое операционная прибыль? Или что такое наша прибыль конкретно? Ладно На самом деле это бюджет проектов Не самый большой, который мы делаем Но для вас психологическая была цифра миллион Поэтому мы записали предыдущий видеоролик именно с этой цифрой И да, это бюджет проекта А если хотите ознакомиться со сметой производства роликов И вы заказчик, то можете обратиться по телефону Который у нас указан на сайте И Александр, наш менеджер, просчитает вам стоимость вашего ролика Ты думал, это хитрый вопрос такой был? Нет, ну просто Окей Нативные продажи Вот, грустный, грустный вопрос на самом деле Виктор Владимирович, мне уже нравится то, что у него нормальные русские книги Снимаю уже несколько Так, Виктор Владимирович обращается Снимаю уже несколько лет на свою Canon Legri Это камкордер такой, типа, небольшой Сейчас включу картиночку Вот А, у тебя же запись экрана, да Ну это если у него такая Результат не устраивает То есть, ну вот с оператора сказать, ну вот да, да, операторство не мое Вот звукорежиссер Хочу-могу творчески зашибено Хотя там тоже техническая составляющая очень много Поэтому лучше монтаж, цветокоррекция Организация съемок Режиссура Как бы такие вещи Чтобы эмоцию выбивать Профессий много И любовь к производству роликов И вообще к съемочному процессу Можно проявить разными способами Да, не вылетая с работы Поэтому можешь найти просто напарника Который будет снимать, разбираться техники И снимать на разные другие камеры А ты будешь встречать уже за другие функции Работаемся Все возможно Главное от того, что здесь у тебя внутри А руки это и чужие можно найти И в Тайгу не обязательно ехать Николай Бояркин Ребят, спасибо за крутой контент Мотивирует делать качественное видео Спасибо Проблемы Первое Занимаюсь грейдингом видео Неплохо владея инструментами Но не получается сделать действительно качественный цвет То есть, конечно, результат Получается достаточно неграмотный И плохие сочетания цветов Сам цвет выглядит привлекательно И никак не впечатляет Не привлекательно Никак не впечатляет глаз Что посоветуют для развития В направлении цветокоррекции Грейдинг видео Так, отвечаем на первый вопрос Йоханссон Итан Теория цвета Раз Книга Второе Посмотри, как построена цветокоррекция В очень красивых Ну, точнее, в фильмах С большим бюджетом Раз Есть даже группа ВКонтакте Разбирающаяся Цветокоррекцию роликов Это вообще очень круто Ну, это тоже, да Надо поискать на них Ну, как бы Камон, смотри туториалы То есть, не только с технической стороны Знать, как правильно поправить баланс белого И чтобы там по экспозиции у тебя Все было хорошо Но и понимать, какие цвета там оставлять Какие паразитные цвета у тебя в сцене И пятое, десятое Это Вот раз Так, три Обрати особое внимание на британскую цветокоррекцию Крупнобюджетных фильмов То есть, там Господи, как это? Энигма Военная еще какая-то фигня В общем, я не знаю, каким образом Но лондонская цветокоррекция Одна из самых лучших И чумовых То есть, там бомбические цвета И для глаза Для картинки Вау-эффект Именно заключается в том Что каждый цвет Отыгрывает свою определенную роль И Они все друг с другом сочетаются И это самое важное То есть Мало того, что нету Как бы паразитных цветов Но еще каждый цвет Он что-то в себе несет А Чтобы понять, что И вообще хоть как-то попытаться В этом разобраться Говорю Книжка раз Второе Выставки Живопись То есть, ну Люди Мы сейчас с вами Высторгаемся Художественными фильмами И берем оттуда себе идеи Хотя мы с вами вообще даже Типа восторгаемся Пятиминутными роликами На Вимео Чуваки, которые постарше Высторгаются художественными фильмами А чуваки еще постарше Которые эти фильмы делали Они восторгаются Картинами Вот Можешь обратиться к ним Походить на выставки Музей и так далее Посмотреть Что там с цветом происходит И как с ним можно играть И уже все вот эти идеи И наработки Воплощать в своих роликах Все, с кого стоит брать Пример по построению Композиции Движения камеры Как мы уже говорили В прошлых Типа каком-то своем выпуске Находишь клевый ролик На Вимео Который тебе нравится Заходишь Ищешь имя режиссера Находишь этого же режиссера Прямо на Вимео И там смотришь Те ролики Которые ему понравились Типа его лайки И все, готово И там берешь Черпай вдохновение Еще круто Если тебе понравился ролик Ты берешь его Скачиваешь Загоняешь в премьеру И по кадру Отсматриваешь Почему тебе понравилась Тая длинная сцена Потому что Композиционные решения Решены так Возможно Что ты своим глазом Не понимаешь Только твое подсознание Читает вообще детали Мелкие детали Которые ты даже Не замечаешь И не видишь Это раз еще Книга у тебя была Ты читал Да Есть книжка Соколов Монтаж телевидения Кино и видео Почитайте И вообще Мы например Начинали Мы с практики начали Мы сначала начали Пробовать Снимать Только после этого Уже Имея какой-то Пул ошибок Обратились к книжкам Читали книжки Почему так И ты думаешь Да об этом было уже сказано Но я к этому пришел На практике И вот этот момент Когда ты понимаешь Что ты пришел К выводу Раньше до того Как его прочитал Но это круто Ты понимаешь Что метод проб и ошибок Ты также можешь развиваться Не всегда это продуктивно Но в лоб Самое главное Идти и развиваться Поэтому Но базу Всегда нужно знать Поэтому читайте И книжки И одна из них Это Ну вот там Есть принципы Фонтажа Ну вообще Про композицию В общем Есть много книг Про композицию Артур Устеменко Застрял на телевидении Одного мухосранска Хочу переехать В город покрупнее Какие специалисты Востребовании всего В сфере продакшна Чтобы не сложно Было найти работу Пока есть время Думаю Успею научиться Нет сил В новостях Уже работать Затухает энтузиазм Монтаж Съемка Ну такие Прямо Это базы Где везде нужно Кучу историй В Москве На телевидении Монтажеров Вот так 12-часовой график Конечно это сложно Но на телевидении Это прям вот так Считай Это база Потому что Ну этих людей Хороших по факту Всегда не хватает А уже что-то Вот конкретно Узконаправленное То есть там Звук режиссура Цветокоррекция Какие-то графические штуки То Там тяжелее найти Работу Немного Вот прям на постоянке Чтобы стабильно Чтобы все было хорошо И ты особо не заморачивался Хотя он скажет То что Это будет Вы хотите меня В очередной телек засунуть Нет Ну вообще Кстати Не обязательно Увезти в Мухасранск Как мы уже говорили Ну ранее Есть очень много Удаленных профессий Развивайся Заявляй о себе Есть очень много ресурсов Где ты можешь Показывать свой портфель Делай все что угодно Развивайся И будешь делать В итоге заказы По удаленке Цветокоррекции Инфографика 3D графика Sounddisk И кучу Смежных профессий Мы ответили Наверное На половину Только вопросов Поэтому Мы выпустим Обязательно вторую часть Не уверен Что она выйдет На следующей неделе Но Через Один выпуск Точно выйдет И это будет Вторая часть И ответ На все оставшиеся вопросы Вы очень много написали Мы на все хотим ответить Продолжайте писать В том же духе Вы под этим видеороликом Также можете Что-то спросить И мы уже В письменной форме Ответим С вами был Хохлов Соботовский Следите за нами Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Конечно Вы нам помогаете Этим А мы вам информацией Взаимный обмен Это очень важно В общем Всем удачи На всем крутых роликов Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok